Вопросы развития города Вурска обсуждались на специальном совещании в правительстве республики. Главу региона Александр Евстифеев интересовали не только детали проводимых работ, но и сроки их исполнения. Самотечный коллектор и новый пристрой к школе будут сданы уже к середине октября. К этому есть все объективные предпосылки. В этом убедилась и наша съемочная группа. Один из главных объектов Вурска, на котором сейчас в буквальном смысле кипят работы, это самотечный канализационный коллектор по улице Чапаева. Для выполнения ремонтных работ правительство республики выделило городу из резервного фонда 8 миллионов рублей. Поэтому руководитель региона первым делом поинтересовался результатами. Работа ведет за полным входом. 21 августа у нас был закрытый контракт. Подрядчик, который приступил, выполнить работу немедленно. В настоящий момент выжил 50% объема всех работ. Работа проведена выехала на рабочей глубине. Уложено, забито полностью спунтованное поле для производства работ на глубине до 7 метров. Уложен трубопровод протяженностью 17 метров из 32 проектных. Также смонтированы нижние основания приемочного коллектора, колодца, в который заводится трубопровод. Работа немного осложняется постоянным подходом стоков с других сторон. Но подрядчик справляется, подключается здесь в этот канал города Ловска. То есть работа тут полным ходом. Плановые контрастные сроки не будут закончены. Окончательная сдача объекта в эксплуатацию намечена на 15 октября. Еще один объект, который находится продолжительное время на контроле правительства республики, это вторая очередь средней школы номер 5. Строительные работы полностью завершены. Смонтированы опоры электроосвещения, началось благоустройство территории. В настоящий момент заканчиваются пусконаладочные работы. Смонтирована высоковольтная часть, так скажем, в одно распредустройство. Ждем разрешения Ростехнадзора на подключение. Еще хочу сказать, что строительные монтажные работы завершены. Поставка мебели и оборудования, которое также было запланировано, заведено в полном объеме. Мебель собрана, расставляется. Тут небольшие нюансы по вывешиванию блоков и других слаботочных систем. Полностью новое здание будет готово к учебному процессу в середине октября. Еще один вопрос руководитель региона затронул, отвечая на обращение жителей города в свой адрес. Еще есть один вопрос, который мы с вами ранее не обсуждали, но он является актуальным, особенно имея в виду время года осень. И отсюда появление вопросов организации работы по вывозу растительных отходов с территории городского округа, город Волск. Это отдельно не финансировалось и в бюджет затратная часть не закладывалась, не предполагалось по текущему году. Но работы эти надо выполнять, потому что сейчас идет уборка листвы, обрезание веток и других растительных отходов. И поэтому вот эта тема беспокоит жителей, в частности, в мой адрес есть обращение от жителей, что делать с растительными отходами. В ходе совещания было принято решение, что сезонную чистку Волска проведет компания «Чистый город». Что же касается вывоза твердых коммунальных отходов, то никаких замечаний от населения нет. Специально для того, чтобы проводить качественную уборку, в городе установлены 445 евроконтейнеров и закуплено 5 единиц техники. В дальнейшем работы по благоустройству и развитию Волска будут продолжены.